Пятая тема. Рекреационная география и география туризма. Отрасливые дисциплины общественной географии. В бывшем СССР понятия рекреационная география и география туризма воспринимались как разные научные дисциплины. Соотношение между этими дисциплинами, в общем-то, сводилось к следующим. Рекреационная география — это суть географии, отдыха и туризма. Одни исследователи считали их междисциплинарными науками. Большинство ученых относят себя к исследователям, не считающим два эти понятия однозначными, полагая, что это две разные научные дисциплины, но чрезвычайно тесно связанные. В отличие от некоторых, другие ученые обе эти науки относятся к числу отрасливых дисциплин общественной географии. Объясняется это тем, что обе эти науки изучают по большому счету две отрасли народного хозяйства. Это рекреационная география и география туризма. Как объект общественной географии, оно включает в себя две сферы общества, его окружение — производственную, социальную, политическую, демографическую, бытовую, духовную, рекреационную и также отдыха. Также рекреационная география, оно исследует, в общем-то, как объектом рекреационной географии. Это считаются те ресурсы рекреационной географии. Предметом общественной географии являются территориальные общественные системы. Экономическая и социальная география, как целостная интегрально-систическая наука, изучают пространственную организацию общества в конкретных условиях природной среды. В конце 70-х и в начале 80-х годов были приняты в основном определения таких понятий, как отдых, рекреация, туризм, экскурсия. Согласно Мироненко и Твердохлебову, в 1981 году отдых — это любая человеческая деятельность, которая не направлена на удовлетворение насущных нужд. Рекреация — это совокупность явлений и отношений, возникающих в процессе использования свободного времени для оздоровительной, познавательной, спортивной и культурно-развлекательной деятельности людей на специализированных территориях, находящихся вне населённого пункта, являющегося местом их постоянного жительства. Туризм — это совокупность отношений и явлений, возникающих в процессе путешествия и пребывания людей вне своего постоянного места жительства. если пребывание не превращает в продолжительное проживание, если во времени занятия ради заработка. Экскурсия — это поездка-прогулка, познавательная, образовательная, научная, спортивная или увеселительная целью на срок не менее 24 часов. Также география туризма не относится к дисциплинам экономической географии, и предметами ее исследования являются роль туризма и туристской деятельности формирования хозяйственного комплекса. Территориальные формы хозяйственной деятельности связаны с туристским движением и так далее. Рекреационная география — это география отдыха и туризма, а география туризма — это география туристского движения и также последствия, результаты должны быть. Термин география туризма впервые был применен Стратнером, который считал, что эта наука должна заниматься исследованиями туристского движения и его хозяйственными последствиями, а также туристскими достоинствами, определяющими атрактивность определенной местности. В последующие годы также географией туризма занимался Шпутс, который исследовало применение, также изменение поселения под влиянием развития базы ночлега и базы питания. В 30-е годы география туризма получает достаточно бурное развитие по всему свету, и прежде всего в Германии, во Франции, в Швейцарии, в Японии, а также в США. Главным предметом исследований были социально-экономические влияния туризма как на пространство сельской местности, так и на туристские ресурсы. В связи с этим исследованиями был образован Институт исследования туризма. Подобные учреждения появились также в Берне, в Гренобле. В конце 50-х годов в американской литературе появилось новое понятие рекреации на свежем воздухе. Этой формой отдыха и последующие годы были посвящены многое внимание. Термин этот был введен Клауссеном. В настоящее время международной практики широко используется определение, выработанное Римской конференцией в 1963 году. Именно данное определение было одобрено Всемирной туристской организацией. Определением этим, следовательно, охвачены именно туристы, так называемые посещающие, которые пребывают в данной стране по меньшей мере 24 часа. И цель путешествия, которых можно объединить в следующие группы. Первая это использование свободного времени, развлечения, канюкула, лечения, учеба и так далее. Интересы сделала также семейные дела, миссия, съезды, симпозиумы. Также экскурсанты, так называемые посещающие временно, которые пребывают в данной стране, менее 24 часов. Такое уточнение понятия туриста применяется в большинстве стран мира. Шестая тема – география туризма как наука. География туризма изучает пригодность территории для развития туризма с учетом его форм и сезонности воздействия туризма на территорию и формирование ее хозяйственного комплекса, происходящий на территории явления и процессы, вызванные развитием туризма и оказывающие влияние на хозяйственную деятельность общества. В связи с этим перед географией туризма стоит целый ряд важнейших задач. Главную из них достаточно четко, на наш взгляд, сформировал еще в 1971 году Родман. Задача географии состоит в том, что наряду с другими специалистами разрабатывать методику выявления, оценки и картографирования рекреационных ресурсов, давать рекомендации по рациональному использованию территорий охраны природы и красоты ландшафт для рекреации, а также в порядке территорических изысканий строить типовые модели районов отдыха и разрабатывать основные понятия, правила находить зоны рекреационной географии. Решение практических задач невозможно без дальнейшего развития и совершенствования методов исследования географии туризма. Задачи развития территории можно свести к двум главным направлениям. Первое – это выявление закономерности территориальной организации, туристского обслуживания как отрасли, народного хозяйства, в соответствующих токсономических уровнях территориально-системных образований. Второе – это дальнейшая разработка туристско-рекреационного районирования как исследование условий и факторов закономерности принципов районообразования, обоснования токсономической системы туристско-рекреационного образования, характеристика типологии туристских районов. В географии туризма можно выделить три тематических группы проблем. Первое – это вопросы, касающиеся пригодности географического пространства для туристского движения. Второе – это вопросы, касающиеся туристского движения как социально-экономическое явление. Третье – это вопросы, связанные с пространственной классификацией туристских явлений на основе интегральных критериев. Основными критериями, составляющими исходный пункт оценки пригодности пространства, обычно являются туристские достоинства и оснащенность туристской инфраструктуры. Преображенский определяет географию туризма как отрасль экономической и социальной географии, аналогично любой другой отраслевой социальной, также экономической и также географической дисциплине. Седьмая тема – классификация современного туризма. До настоящего времени не произведена четкая классификация туризма. Это объясняется прежде всего тем, что практически невозможно выделить чистые формы и виды современного туризма. Тем более, что более последнего характерны перманентные процессы, дифференциации и интеграции его отдельных видов. Но классификация необходима, ибо она позволяет решать ряд проблем развития и территориальной организации туризма, и его инфраструктуры, определяет спрос на отдельные виды туристских услуг, и на этой основе разрабатывает планы развития материально-технической базы туризма. В отличие от форм и классов, виды туризма весьма разнообразны. Они зависят от целого ряда факторов. Наиболее важными из них являются наличие и продолжительность свободного времени, возраст, пол, состояние здоровья, уровень духовного развития, личный вкус людей и их материальное благосостояние. Также и разнообразны именно природные условия, сезонность, наличие определенных средств передвижения и также другие. Учитывая цель и условия направления масштаба развития современного туризма, его можно распределить на формы, классы и виды. В зависимости от общественной функции, технологии, производства, выделяют три основных формы туризма – лечебный, оздоровительный, спортивный и познавательный, что отражает основной спектр потребностей человека именно в восстановлении в развитии физических и духовных сил. По характеру организации туризма подразделяют организованный, либо плановый, самодеятельный, также неорганизованный, либо дикий. Туристы удовлетворяют свои потребности по-разному. Они могут получить соответствующий набор услуг при посредничестве именно туристской фирмы или без ее участия. Строго регламентированные путешествия, предлагаемые турфермами и реализуемые обычно на условиях именно предварительной оплаты и называются они организованным туризмом. Организованные туристы приобретают туры по заранее согласованным маршрутам, срокам пребывания, объему именно предоставляемых услуг через специальных туристской сбытовой именно аппарат. Одни из них предпочитают туры с комплексным обслуживанием, другие ограничиваются именно частичными туристскими обслуживаниями. В отличие от организованных, самодеятельные и неорганизованные туристы совершают свои путешествия по собственной инициативе и без прямого участия в них туристских организаций. Но есть и большое отличие самодеятельных туристов от неорганизованных. Самодеятельные туристы работают в контакте с туристскими организациями. Этот контакт может проявляться по-разному. Показания туристскими организациями, консультация по проведению путешествия, выдача на прокат туристского снаряжения, иногда доставки туристов к началу маршрута и так далее. Кроме того, самодеятельные туристы всегда оповещают соответствующие туристские организации о своем маршруте путешествия в сроках его проведения. Это позволяет посредникам контролировать прохождение маршрута туристами и также соответствующими информациями. Как правило, самодеятельным туристам относятся люди, занимающиеся именно в туристских клубах, секциях и также разных предприятиях, которые занимаются именно работать в сфере туризма. В отличие от самодеятельных туризма, неорганизованные туристы не связаны с никакими определенными организациями. Они путешествуют на принципах полной самодеятельности и самообслуживания. Эти дикие туристы наиболее мобильны и наименее организованы в своих действиях, то есть все маршруты проходят самостоятельно. Рекреационный туризм включает в себя путешествия с целью лечения и оздоровления. Точнее, он делится на курортно-лечебные, состоящие из климатолечения, бального лечения, грязелечения и оздоровительно-спортивных, включающих оздоровительные виды отдыха. Экскурсионный туризм – это путешествия в другие районы и страны с целью ознакомления с их природными и также социально-экономическими объектами и также достопримечательностями. Специализированный туризм – это путешествия, совершаемые по специальным программам и маршрутам. Он, как правило, охватывает людей, объединенных именно единой целью или профессиональными интересами. В зависимости от способа передвижения и применения транспортных средств, выделяются три группы видов туризма. Это активный, без применения транспортных средств, пассивный туризм с применением моторных транспортных средств, часть которого называется именно транспортным туризмом, и туризм с применением безмоторных транспортных средств. Также и социальный туризм. Его концепция покоится на следующих основополагающих принципах – обеспечение отдыха всех и каждого члена общества путем широко вовлечения в сферу туризма людей с низким уровнем доходов, субсидирование туризма малоимущих и активное участие правительственных, также и муниципальных, общественных и коммерческих структур в его развитии. Таким образом, социальный туризм – это туризм низкодоходных слоев населения, пользующихся поддержкой со стороны государства и негосударственных структур. Особая роль в развитии социологического, а также социального туризма преднадлежит дотации их специальных фондов, пенсионных классов, профсоюзов, средств заводских и также определенных предприятий. Система социального туризма выгодна не только потребителю, но и туристским предприятиям. То есть именно туристские предприятия отправляют таких отдыхающих по разным турмаршрутам. Существует понятие элитарного туризма, рассчитанного на состоятельную клиентуру. Для данной категории потребителей уровень цен на туристском рынке не имеет особого значения, но они предъявляют повышенные требования к качеству предлагаемых именно товаров и услуг. Развитие этой разновидности туризма играет определенную роль для своего туристского бизнеса в целом. Элитарный туризм задает импульс всей индустрии туризма. Он способствует утверждению и распространению новых более высоких стандартов обслуживания и в конечном итоге содействует улучшению качества жизни населения. Не случайно поэтому элитарный туризм нередко называют туристским локомотивом. Экологический туризм возник сравнительно недавно, но вполне также его можно называть устойчивым туризмом, либо зеленым туризмом. В специальном литературе экологический туризм определяет как путешествия в районы с относительно хорошо сохранившейся природной средой с целью получить представление о естественных и культурных этнографических особенностях местности. Экотуризм часто рассматривается как альтернатива массовому туризму. Поэтому, в отличие от традиционного туризма, он характеризуется именно следующими основными признаками. Наличие уникальных природных достопримечательностей, вступающих в качестве главных объектов экотуризма, неистощенности именно использованных природного и также культурного потенциала территории на основе планового развития индустрии туризма, сравнительно низкой капитально-материально-энергоемкостью организации экологического образования и формированием экологического мышления, являющихся одной из важнейших задач экотуризма, содействием социально-экономическому подъему отдельных регионов и целых государств. Значительный размер в сегодняшнем мире достиг и религиозный туризм, то есть туризм с религиозными мотивами поездок. Он включает в себя следующие разновидности, то есть паломничество, путешествие с целью познания истории, религий и церковной культуры, поездки духовных лиц для ознакомления с религией и состоянием культовых дел за границей. Наибольший на сегодняшний день, конечно, занимает паломничество. Это поищение богомольцами святых мест для поклонения основными святыми объектами. Это место распространения, расположения храмов чудотворными иконами, известными монастырями, меченками и церковными центрами. Классификация туризма имеет большое научное и практическое значение, ибо она позволяет упорядочить значения и глубже познать сущность мирового туристского движения. С предъявлением дополнительных требований к качеству и объему туристских услуг и появлением новых видов и форм обслуживания, и также новых разновидностей туризма она постоянно находится в процессе совершенства и не может считаться окончательными.